Многие века человечество пытается понять, одиноки ли мы во Вселенной. Как может выглядеть собрат по разуму, и можем ли мы надеяться на мирное общение с инопланетянами? Увы, молчание космоса заставляет формулировать теории в духе парадокса Фермия. Если инопланетяне есть, почему мы не наблюдаем свидетельств их деятельности? Одна из гипотез, отвечающих на этот вопрос, выглядит весьма необычно. Цивилизации предпочли дружно отправиться в состояние гибернации, и теперь дожидаются лучших времен, чтобы вновь возродиться. Ну прямо спящие короли из европейских мифов. Чего же они ждут? Вселенная проходит через определенные этапы развития, и разные эпохи существенно отличаются друг от друга космологическими условиями. Скажем, когда звездные объекты станут более рассеянными, во Вселенной похолодает. А это, согласно обсуждаемой гипотезе, и нужно инопланетянам. Достигнув технологической сингулярности, они перешли в оцифрованное состояние, и нынешнее состояние Вселенной кажется им некомфортным. При снижении температуры информационные процессы смогут протекать гораздо быстрее и эффективнее. Именно поэтому инопланетяне и залегли в спячку, чтобы не тратить ресурсы зря. Результаты исследования, принятые к публикации в журнале британского межпланетного сообщества, выглядят, конечно, несколько неожиданно. Но футурологи, астробиологи и эксперты Института сети весьма часто обсуждают, что новым этапом эволюции для продвинутых цивилизаций, в том числе человеческой, можно считать переход в цифровую форму существования. Таким постбиологическим цифровым сущностям, обитающих внутри мощнейших суперкомпьютеров, потребуется доступ к мощным и эффективным средствам обработки данных. Авторы публикации Андерс Сандберг, Стюарт Армстронг и Милан Циркович напоминают, информационные процессы имеют свою цену. Особенно если говорить о системах, чья работа напрямую зависит от температуры окружающей среды. Потенциал скорости информационных процессов повышается при понижении температуры. Охлаждение сверхмощных компьютерных систем требует огромных затрат энергии. Есть вероятность, что высокоразвитые цивилизации, подсчитав ресурсы и траты, предпочтут долгий сон, необоснованным расходом. Сейчас температура фонового излучения Вселенной примерно 3 градуса Кельвина. Для нас холодно, а для суперкомпьютера, возможно, жарко. По современным представлениям, спустя триллионы лет космическое фоновое излучение практически исчезнет из-за расширения Вселенной и исчезновения большинства звезд. Скорость информационных процессов в такой среде будет на тысячу тридцать порядков выше, чем сейчас. Поэтому, если инопланетной цивилизации нужна максимально эффективная деятельность, временно закуклиться – довольно логичное решение. В холодном будущем можно будет сделать гораздо больше с меньшими тратами. Сандберг иллюстрирует это так. Допустим, у вас имеется доступ к ограниченному бюджету, в нашем случае энергии, и вам страсть, как хочется купить себе торт. Канун Рождества, цены бешеные, но уже через несколько дней они снизятся. Если вы хотите купить очень большой торт, то, вероятнее всего, подождете до тех пор, пока цена на него максимально упадет. Вы можете плюнуть на все и агегея, и гулять так гулять, но далеко в таком случае вы не уедете. Купите не целый торт, а максимум его кусочек. Как же найти этих спящих, если они действительно существуют? Исследователи предлагают обратить внимание на процессы, которые предотвращают естественные астрофизические явления. Если эволюционный переход звезды в черную дыру чем-то блокируется, галактический ветер теряет часть силы и газа в межгалактическом пространстве, отсутствует столкновение галактики расширения галактических скоплений из-за расширения Вселенной, это повод присмотреться к таким местам. Поинтересоваться, нет ли в этих зонах чего-то необычного, что замедляет естественные космологические процессы. Есть и более радикальный вариант действий. К примеру, запуск огромного количества взаимозаменяемых и самовосстанавливающихся зондов в разные уголки Вселенной. Спящая цивилизация наверняка ставит на всякий случай системы защиты, чтобы успеть среагировать на опасность. И исследователи считают, что эти системы можно будет обнаружить. Разумеется, у гипотезы есть критики, в том числе Дэвид Брин, астрофизик, эксперт Института сети и автор научно-фантастических произведений. Теплая Вселенная, возможно, и не самое благоприятное место для оцифрованных существ. Но упускать море времени и возможностей из-за этого — довольно странная и опасная стратегия. Если вы просто проигнорируете законы физического мира в угоду датаизму, так называется гипотетическая религия будущего, основанная на отношении к данным, то в один прекрасный момент эта самая реальность вас может сильно укусить, пока вы будете спать и грезить о более прекрасном компьютеризированном будущем, говорит Брин. Иные цивилизации смогут воспользоваться пребыванием соперника в спячке и навредить им, пробравшись через системы защиты. Авторы гипотезы не отличаются фанатизмом. Сандерс просто призывает рассматривать эту возможность. Ведь такая стратегия может стать и нашим выбором через несколько миллиардов лет. Я думаю, каким бы ни был ответ на парадокс Фермии, мы действительно одни и сами в ответе за будущее этой вселенной. Разумная жизнь всегда обречена, а может пришельцы действительно здесь или мы просто ошиблись в чем-то фундаментальном, он будет для нас в любом случае шокирующим. Но вот поиск этого ответа может потребовать очень много времени.